МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Есть вопросы». Здесь мы поднимаем актуальные темы для того, чтобы найти действенные и эффективные решения. Что делать, если приобретенный вами автомобиль оказался не совсем легальным? Почему порой обвинить намного легче, чем доказать вину человека, но при этом он вынужден дожидаться решения суда в камере? Ищем ответы в нашей программе. Мы начинаем. Быстрые выводы может сделать любой человек, основываясь в первую очередь на эмоции. Так бывает. Гораздо страшнее, когда этим страдают следственные органы, обвиняя представителей сразу нескольких организаций в хищениях на очень крупные суммы. При этом веских доказательств попросту нет. На каких основаниях арестовывают людей в Акмолинской области, и причем здесь департамент экономических расследований, прокуроры и судья, узнаем прямо сейчас. Долгое время жителям поселка Кызылзуат приходилось мириться с тем, что в их селе происходили перебои с электроснабжением. Наблюдалось это чаще всего зимой, когда ветер обрывал провода на линиях электропередачи. Поэтому сельчанам часами приходилось сидеть без света. К тому же, из-за постоянных скачков электроэнергии в домах также часто сгорала бытовая техника. Было ближе к зиме, если чуть ветер подует, сразу свет выключался. Сидели в темноте потом. Могли по 2-3 дня сидеть в кромешной тьме. Столько мучились. Без света ведь никуда. Чтобы выжить, приходилось тянуть кабели от тех, у кого был свет. Тянули друг к другу. Хоть и опасно было, а что делать? Не сидеть же в темноте. Дом Жейнкула Сахмедова стоит в самом центре поселка. Помимо взрослых, проживают там и дети. Это внуки Жейнкула. Мужчина нехотя вспоминает времена, когда им приходилось жить без света. Платили исправно. А вот подача электроэнергии была с перебоями. Во время одного из таких блэкаутов у него сгорела бытовая техника. Ремонтировать пришлось за свои деньги. Так как энергоснабжающая компания отказалась, утверждая, что это произошло не по их вине. Свет горел, тускло совсем. Сейчас вот нормально. Горит хорошо. То есть один счетчик одежды домов был раньше? Нет. Один линия, фаза только сидели мы. Он 220 не тянул раньше. 160, 170. Свет так горел, тускло. Вот от холодильника сгорели. Вы говорили домом анапаристу, почему так дорого? Говорили, он кое-кому платил, а нам нет. Когда сгорел телевизор, он замкал раньше часто. С такой ситуацией сталкивался чуть ли не каждый второй житель Кызылсуата. Существовала даже реальная угроза возгорания целого поселка. При всем этом поставить на место поставщика электроэнергии никто не мог. Ведь он являлся единственным, кто обеспечивал село светом. Он же самостоятельно устанавливал стоимость на свои услуги. Причем никакой дифференциации не производилось. Тарифная сетка была одинаковой для всех. Я всего лишь 60 тысяч получаю. Это очень много было. И бывало, что я по 2-3 месяца не могла платить. Бывало, что даже отрезали свет. Это уже частник был он. Он что хотел, то творил. Он как бог и цар считался здесь у нас в ауле. Примечательно, что ничего с этим поделать не могли и местные власти. Ведь это было бы вмешательством в работу бизнеса. За 1 киловатт компания-поставщик требовала по 40-50 тенге, говорят сельчане. При том, что в поселке проживает порядка 5 тысяч человек. В месяц только за свет они платили не менее 10-15 тысяч тенге. И длилось это на протяжении 10 лет. Прямо ходили, реально умоляли, чтобы дали какой-то свет. Потому что невозможно жить без света. Я говорю, живем в 21 веке. И мы тут участниками, говорю, подключались, как не знаю у кого там. Молились на него. То буранит или еще что-то. Он берет, просто свет вырубает, говорит, чтобы не замкнул. Два-три дня без света сидим, ждем, пока буран пройдет. Все изменилось в 2019 году, когда к поселку провели альтернативную линию электропередачи. Причем она намного безопаснее, чем прежняя. Ведь проложили ее под землей. Оттянули кабели прямиком из города. Вот та самая подстанция. А мужчина в пиджаке тот, кто обеспечил сельчан бесперебойной подачей электроэнергии. Но вместо благодарности следственные органы в отношении него возбудили уголовное дело, обвинив тем самым в хищении государственных денег. Суть претензии в части того, что сама якобы аналогичная технологической части замена считается якобы незаконной. А она официально законна и сделана согласно протоколов. Заложены были оборудования европейского производителя, которые были заложены в 2013 году. Так как объект начался в 2017 году третьего квартала, часть оборудования, которое было уже снято с производства, пришлось брать аналогичную часть. И в связи с девальвацией сумм, та европейская часть фактически уже не соответствовала своей сметной стоимости. В этой части при усовершенствовании наших отечественных производителей было применено более качественное и лучшее отечественное производство. Применялось оно при реконструкции подстанции «Интернациональная». Именно от нее и питается сейчас электроэнергия поселок Кызылсуат. Сюда вмонтировали два мощных трансформатора. По периметру аула установили 25 распределительных станций. А связаны все эти объекты между собой качественным отечественным кабелем, к которому сейчас и возникли вопросы. Предъявляемая сумма 1 миллиард 300 миллионов тенге. Объект фактически 1 миллиард 600 миллионов. 1 миллиард 600 миллионов – это стоимость объекта? Да. Это с законченными работами со всеми, да? Объект 100% закончен. И они считают, что 70% или 80% объекта было похищено. То, что на сегодняшний день сделано, они в учет не берут. Я не понимаю, по каким причинам. Так что вы видите сами эту ситуацию, что объект работает. Эксплуатирующие органы – это КИПЭС. Также данная часть объекта на балансовой стоимости принадлежит Акимату и АРЭКу. Астана-АРЭК. Балансовую стоимость они подтверждают, что она состоит в миллиард 600 тысяч тенге. В данном случае идет судебный процесс, в котором следственные органы ДРА Акмолинской области обвиняют нас якобы в незаконном замене или вообще в хищении объекта, построенного, эксплуатируемого в течение трех лет. Только представьте сразу нескольких специалистов подрядчика, субподрядчика, технодзора. Должностных лиц заказчика обвиняют в хищении более миллиарда тенге. Сведения об этом распространяют в средствах массовой информации, но доказательная база, мягко говоря, хромает. А как иначе сказать, если адвокаты подсудимых неоднократно заявляют о нарушениях в отношении их доверителей? Не поспешили ли с выводами следственные органы? И куда при этом смотрит прокуратура? И это при том, что нет никаких жалоб со стороны жителей поселка, а это без малого 660 домов или порядка 5000 жителей Акимата Целиноградского района, а следствие продолжает настаивать на том, что был нарушен закон. Вместе с подрядчиком к уголовной ответственности привлекают и чиновников, принявших работу. При том, что после запуска всей этой системы в Казусуате стали платить за свет в несколько раз меньше, чем прежде. Живу в этом ауле с 2013 года. С 2013 года была постоянная проблема со светом. До тех пор, пока подрядчики и Акимат не подвели свет, не провели, не поставили КТПшки, ШРСки, везде все грамотно сделали. До этого момента брали свет по 40-50 тенге участника. Участник как хотел, так и передавал. То даст, то не даст. Постоянно переключали на то включат свет, то отключат свет. Бывали задержки. Все мы люди по деньгам. То зарплату не дали, то еще что-то. В три раза дороже мы платили. В месяц выходило по 30-40 тысяч. Только с это оплачивали. Вынуждены были, потому что в другом месте не было света, ниоткуда было подключать. Но следствию было все равно. Долгих три года оно пытается привлечь к ответственности строителей, а также чиновников из местного Акимата. Подозреваемых даже поместили в следственный изолятор. Однако через год и три месяца по решению операционной коллеги Кмольнского областного суда им изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Служители Фемиду усомнились в действиях экспертов, изучавших документы, которые впоследствии стали поводом для возбуждения уголовного дела. Ведь, по словам адвокатов, экспертиза проводилась без фактического осмотра объекта. Какие документы были исследованы? По сути, сам объект полностью не был осмотрен. Существует и имеется оборудование, которое принято на баланс заказчикам. Это ЖКХ Цельноградского района. Данное оборудование специалистам в зачет не взято. На сегодняшний день вменяется ущерб в размере 1,3 млрд тенге. При стоимости объекта 1,7 млрд тенге. И получается, что за 400 млн наши подрядчики построили этот объект, что фактически невозможно на такую сумму построить объект. Учитывая, что в материалах дела имеются документы, свидетельствующие о том, что часть только какого-то оборудования была приобретена более чем за 400 млн тенге. К тому же претензии по поводу замены оборудования и некоторых комплектующих адвокаты считают необоснованными. Ведь нынешнее законодательство, по их словам, позволяет так действовать. Основной фактор, оно должно быть не хуже качества. Может быть лучше, но не хуже. То есть в этом случае нельзя говорить о хищении. В нашем случае по качеству вопросов нет. В принципе, этот вопрос даже и не исследовался. Он не ставился следователями. На сегодняшний день мы пытаемся и доказать, что оборудование, которое установлено на объекте, оно соответствует качеству и даже лучше, которое предусмотрено в проектно-сметной документации. Да и сам факт возбуждения уголовного дела у адвокатов вызывает немало нареканий. Ведь производство завели с грубым нарушением уголовного законодательства. Хочу обратить внимание на то, что нижестоящими прокурорами указание генерального прокурора не воспринимается как руководство к действию. Фактически на сегодня оно не исполняется. И ситуация абсолютно не изменилась. В результате уголовное дело, зарегистрированное в отношении Жанайбергенова, Тюлигенова, Тулегенова, Тимонова и Бигбай на основании формального, то есть неподтвержденного заключения специалиста, причем привлеченного, вопреки требованиям норм УПК, не постановлением следователя, а якобы запросом оперуполномоченного, этот запрос также отсутствует в материалах уголовного дела. Данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде, а прокуроры, участвующие в данном деле, поддерживают государственное обвинение. Конечно, действия прокуроров адвокаты сейчас любыми методами пытаются оспорить. Тем более, что в некоторых эпизодах все же проскальзывают нарушения, особенно в части исследования некоторых документов. Заказав собственную экспертизу у независимых экспертов-энергетиков, адвокаты заявляют, что никаких нарушений при строительстве не было. Подрядчик перед заказчиком выполнил свои условия, предоставил намного лучше оборудование, либо такого же качества. Теперь само обвинение в размере 1 миллиарда 300 миллионов тенге, оно ведь построено не на том, что эти работы не сделаны, это фактическая совокупная сумма тех материалов и оборудований, которая была заменена на более качественную, на более лучшее. Орган уголовного преследования не устанавливает, первое, сумму оборудования, которая фактически заменена на сколько она была куплена и сколько ее стоимость. Второе, она не устанавливает ее технические характеристики. То есть эти моменты просто-напросто обходят. И у нас появляется из воздуха сумма ущерба, которая всех пугает. За исключением жителей Кызылсуата, ведь многие из них даже не догадываются, с чем столкнулись строители новой линии электропередачи. Для них, пожалуй, важно только то, что им позволили сэкономить на коммунальных услугах. Ведь за свет они сейчас платят почти в три раза меньше. 18 тенге вместо прежних 50. Бахтияр Даркеев. Специально для программы «Есть вопросы». Купить автомобиль для многих уже далеко не мечта. В некоторых семьях у нас по несколько авто, и это уже не удивляет. Тем не менее, к покупке средства передвижения каждый из нас относится очень внимательно и дотошно. Однако даже в этом случае можно столкнуться с целым рядом проблем. Что делать, если купленный вами автомобиль принадлежал до вас другому человеку, и расстался он с ним не по своей воле, расскажем в следующем материале. Как оказалось, купить автомобиль и рассчитаться за него еще не значит, что ты сможешь им владеть и распоряжаться. Вполне вероятно, что в один прекрасный день может выясниться, что вы купили украденный автомобиль. Например, в одной страны СНГ. А таких в нашей стране, судя по официальной статистике, немало. По данным Министерства внутренних дел, с начала года в Казахстане похитили 909 единиц автотранспорта. Из них нашли и вернули законным владельцам 775. Это чуть более 85%. К слову, есть у похитителей автомобилей так называемые любимые марки. Их в МВД тоже озвучили. После таких данных невольно задумываешься, а стоит ли приобретать так называемые народные, особо полюбившиеся машины, или же стоит остановить свой выбор на чем-то менее традиционном. Наиболее угоняемых автомашин здесь можно выделить автомобили Toyota и Lexus, которых в текущем году было объявлено рост более 60 единиц. Одно дело похитить автомобиль в какой-нибудь стране и завести его на территорию Республики Казахстан, что тоже, в принципе, непросто. Другое дело, каким образом эти автомобили легализуются уже в нашей стране и перепродаются по несколько раз. Так сказать, чтобы замести следы. Но и здесь, по словам представителей полиции, существуют целые группировки, в которых у каждого своя роль и обязанность. Вот и получается, что долгожданная покупка может обернуться дополнительными проблемами. За сохранность наших вложений практически никто ответственности не несет. И мы давно к этому привыкли. Вопрос в другом. Как автомобили попадают к нам в страну и почему их так легко продать в Казахстане? В начале августа этого года официальный представитель МВД Шугалат Урлубек сообщил о том, что Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел расследуются уголовные дела по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья в 7 регионах страны. Тогда она проинформировала о том, что за последние три года в страну незаконно ввезли и зарегистрировали более 2000 транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 10 миллиардов теньвер. По результатам специальной операции при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центрального аппарата МВД в Шумкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья, без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины. Два сотрудника процессингового центра, департамента полиции города, санкции суда взяты под стражу. В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на учет в Шумкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 миллионов тенге. Это так, как за последние пять лет в странах СНГ обнаружили более 50 автомашин, похищенных в Казахстане. Внутри страны нашли около 200 единиц автотранспорта, украденного на территории Содружества независимых государств. По заявлениям наших полицейских, в стране задержано 19 преступных групп, которые могли быть причастны к автоугонам. У нас есть единая база, международная информационная база называется, сформированная среди стран СНГ, значит, куда обязательно в порядке вносится, есть такой криминальный учет. Похищенные автомашины уже выставляются в эту базу. Порядок возврата автомашины, а также имеется основание для отказа возврата автомашин, поскольку бывает, есть прецеденты, где граждане, например, нашей страны являются законопослушным покупателем. Правда, в этом случае еще необходимо доказать в суде, что купивший машину человек является добросовестным покупателем. Для этого служителям Фемиды необходимо предоставить все имеющиеся документы на транспорт, в том числе и чеки. Наш гражданин оказался в такой ситуации, и он знает, что данный автомашин, ну что знает, он уверен, что когда приобретал ту автомашину, что на ней никаких ограничений не было, он вправе подать здесь в суд в частном порядке, а в суде доказать, что он законопослушный приобретатель, и, соответственно, суд вынесет решение в его пользу. При проведении сделок по автомашине желательно, конечно, чтобы были какие-то подтверждающие документы. Те же деньги, когда были перечислены, ну те же чеки, я не знаю, например, если переводом были осуществлены деньги, какие-то скан-варианты. В угон, как заявили в МВД, чаще всего объявляют машины, которые находятся в залоге у банка, или же когда автовладельцы хотят получить по ней страховые выплаты. То есть на лицо чистой воды мошенничество. Там средство не состоит еще в угоне. Это тоже мошеннические действия со стороны других граждан, со стороны других стран. После чего 6 месяцев, год спустя, 3 месяца, может быть, такие бывают сроки, когда они, допустим, граждане России, начинают подавать машину в угон, чтобы не платить кредит за нее или что-то. Но машину сами граждане России продают. Поэтому столкнувшиеся с такой ситуацией казахстанцы и рекомендуют продавать угонные машины по запчастям. Ведь чтобы доказать, что ты являешься добросовестным покупателем, весьма трудно. Как показывает практика, Казахстану пока сложно противостоять краденому автотранспорту из-за рубежа, тем более в пространстве Евразийского союза. Ведь даже несмотря на интегрированную базу данных, машины с криминальным прошлым продолжают не только въезжать в нашу страну, но и спешно становиться на учет в органах полиции. Бахтия Даркеев. Есть вопросы. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Увидимся через неделю в программе «Есть вопросы». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин